Вся роднасельниство у все частей можно чуть размолвы про шкоду вакцинации. Эпидемиологи ж стверджают садворотное и приводят факты. Иммунизация, что ход выратовывает життя до трех миллионов человек у свете. А при стабильном высоком охопе насельництва прищепками многие хворобы можно перемахчить. У Брестской области досягнуто значное снижение многих инфекционных захворываний. Так, например, у нас на сегодняшний день не регистрируется случай полиомиелита уже с 1964 года. Не регистрируются случаи краснухи с 2007 года. Случаи корень не регистрируются или регистрируются единичные завозные. Снизилась значительная заболеваемость вирусным гепатитом за последние 20 лет почти в 37 раз. То есть в 1996 году было зарегистрировано 189 случаев. В прошлом году их было меньше пяти. А ясчеза опошней по 100 годзе 85 разов снизились захворывания на коклюш. Выпадка удовлетворения в области не было с 2002 года. А выпадок Слупняка опошней был в 2011 году. На Брестской области охопное сильное иммунизация довольно высокие. У дорослых взрослых 95% и у детей 97%. У Ганны Сокрутенко трое детей. И у всех вакцинируют сгодно с национальным календаром профилактических прищепок. Обязательно с рождения по плану мы делаем все прививки. Потому что это необходимо. Это тот момент, который позволяет укрепить здоровье, сохранить здоровье нашим детям. На этот раз Ганна Юрьевна привела на вакцинацию середня гасина Яугения. Не страшно ли делать прививки? Нет. Ты вообще знаешь, для чего делают прививки? Да. Для чего? Для здоровья, чтобы не подхватить какую-то серьезную инфекцию. Об необходности вакцинации говорить и на Крутовуз. И молодшие Ягорка, и старейшие дети у их семьи прищеплены. Мы своим детям делаем прививки. Считаем, что их нужно делать. Это, прежде всего, здоровье, за которое несут ответственность родители. Такого погляду на вакцинацию притримливаются далеко не все. Колькость отказников от прищепок повеличивается. Эпидемиологи выказывают за непокоенность и райц не рызаковать. Отказ от вакцинации привезет к тому, что вы обязательно заболеете корью и можете быть подвергнуты риску развития таких осложнений, как поражение центральной нервной системы, вплоть до энцефалитов. Вы можете заразиться в 10-20% случаев дифтерией, от которой умирает каждый десятый человек. Вы также подвержены риску заражения краснухой. На протяжении европейской иммунизации медики плануют провести широкие мероприятия по популяризации профилактических прищепок. Их метод переконяет насильство в том, что вакцины приносят выник. Людмила Салзина, Юрий Плиндот, телерадиокомпания «Брест».